У меня какой-то хохолок на голове все время, девочки. Какой-то верховник. Всем привет, всем огромный привет, дорогие девушки, дорогие дамы. Сегодня речь снова у нас пойдет об очках. Я уже снимала недавно видео про очки. Это были мои очки, которые я заказывала с бифокальными линзами, которые мне были удобны, неудобны. В общем, я нам рассказывала, объясняла, в чем их прелесть или не прелесть, удобство или неудобство. Сегодня пойдет речь о других очках. Там было о настоящих очках, а сейчас не очень настоящих. Я сейчас вам объясню, почему. Те очки были действительно очки для чтения, которые мне нужны для работы или что-то читать. А вообще говоря, у меня целая коллекция очков, не настоящих, так скажем. Это очки, которые называются имиджевые очки, очки, которые женщины надевают для красоты, для создания какого-то имиджа, для придания себе какого-то, ну не знаю, интересного образа, для создания интересного образа. Обычные стекла без диоптрий, просто очки, которые надеваются для того, чтобы вот выглядеть как-то интереснее, красивее, не очень красивее, больше. У меня есть там разные очки, немножко такие сприковые, немножко такие странные. В общем, короче говоря, ими можно создавать всякие образы. Я когда-то, сейчас, наверное, меньше, потому что мне сейчас нужны очки, на самом деле, для зрения, но когда мне не нужны были очки, я довольно часто пользуюсь этими очками для создания каких-то вот интересных образов. И сейчас я вам покажу. У меня большая коллекция, и давайте будем их рассматривать. Первые очки, которые самые мои любимые, это вот такие вот очки в металлической оправе, тонкой металлической оправе, странная такая квадратная форма, но тем не менее, мне кажется, она мне подходит. Это, конечно, пластик. Я их покупала в разных масс-маркетах, знаете, в H&M, потом у нас был такой Форо Атвантиван, магазин, который закрылся, продавались эти очки с обычными пластиковыми стёклами, так скажем, не стёклами, а пластмассой, только они, как бы, для красоты. И стоили они там сущие копейки, начиная от 5-3-5 долларов, особенно если это было на распродаже, в общем. Вот, это мои первые очки, самые мои любимые. Я считаю, что они мне очень идут, очень подходит эта форма, такая вот. Мне они очень нравятся, мне кажется, что они сильно мне подходят. Следующая пара – это очки очень похожие, но не совсем. Это такие авиаторы, но тоже металлическое оправо. Те были жёлтого золота, эти розового золота, тоже прозрачные стёкла. И вот так вот они не выглядят. Тоже, кажется, неплохо мне подходит. Тут у меня отсвечивают мои лампы, поэтому я не знаю, если вам удобнее хорошо видно. Ну вот. Я вообще считаю, что девушкам определённого возраста 50+, очки – это даже, в общем, совсем не помеха, а украшение на лице, потому что оно закрывает, прикрывает всё, что нужно прикрыть вокруг глаз, какие-то мешки, морщинки и так далее. А вот очки вы надеваете, и вы, как бы, такое, знаете, создаёте защиту для ненужных, чтобы не было видно ненужные детали на вашем лице. Вот. Вот такие вот очки тоже, мне кажется, очень мне подходят. Очень их люблю и очень они мне нравятся. Так. Следующие – это вот такие вот а-ля 60-е, форма киски, чёрная оправа пластиковая. Тоже неплохо нам не сидят, по-моему. И вот эта оправа, она действительно уже прикрывает все, все, так сказать, вещи, которые мы хотим немножко заретушировать и немножко сгладить. Это такой, знаете, как фильтр на Инстаграме, чтобы не было видно морщин, мешков под глазами. В принципе, такие очки можно даже надеть и не сильно пользоваться косметикой, накрасить губы, там, брови и, в принципе, глаза-то особенно и не видны. Ну, то есть видны стекла прозрачные, но вот эта чёрная рамка, она отвлекает от вашего, так сказать, недостатков вашего лица, привлекает в себя взгляд. И мне кажется, что, в принципе, такой комплементарный образ. Следующие очки – это очки похожие. Они немножко другой формы, но тоже чёрная пластиковая оправа. Форма такая немножко, знаете, заострённая кверху, но не такие киски, а лишь эти десятые, как были предыдущие, а другие. Ой, я надеюсь, что вам не сильно бликует, потому что если бликует, то вы плохо видите это всё. Ну вот. Так вот они выглядят, и тоже, мне кажется, идут, мне подходят. И вот так вполне можно их носить. Так, двигаемся дальше. Ещё одни очки похожего плана, такие же, как те были чёрные, только это коричневый. Немножко другой формы оправы, немножко такой, знаете, как школьница. Школьница – студентка, библиотекаря. Ой, у меня тут пыль тает, не обращайте на мою. Такие коричневые роговые оправы. Я, может быть, потом их сфотографирую и поставлю на видео, чтобы было лучше видно, потому что издали. Я их показываю, как они сидят на мне, а потом я сфотографирую, поставлю фотографии, как они выглядят вблизи. Так, следующая, как бы, группа очков. Они немножко отличаются и имеют не тёмную, а пластиковую, а светлую пластиковую оправу. Вот, например, такие розовые. Тоже такие немножко 60-х годов, правда, такие большие. Мне кажется, что тогда такие носили, да? Или мне кажется? У меня тут какой-то хохолок на голове всё время, девочки. Как будто вихор. Я пытаюсь его пригладить. Выглядит я, выгляжу как попугай. Это так смешно, что происходит. Я как-то, наверное, спала на волосах таким образом, что у меня произошла тут какая-то неприятность. Ну, вот такие вот очки. Это такая светло-розовая оправа. Потом у меня есть очень похожие на чёрные, только розовые. Вот это вот абсолютно 60-е. Киски 60-е. Эти очки немножко такие, ну, карнавальные, я бы сказала. Я не ношу их в обычной жизни. Я надеваю их, когда мне нужно какой-то создать образ такой, знаете. Очень-очень характерные именно для 60-х годов. Вот такие очки, конечно, выглядят немножко странно, но такие хэллоуинские немножко, карнавальные, я бы сказала, костюмные. Ну, симпатичные им имеют место быть. И, в общем-то, люблю их. Нравятся они мне только, наших редко, потому что они действительно выглядят странно, глупо и по-дурацки. Ещё одни очки из этой же серии. Прозрачные белые. Прозрачная белая оправа. По назначенным пластикам. Тоже, по-моему, симпатичные очки. Очень такие интересные. Вроде бы и прикрыто у вас лицо, и вроде бы прозрачный белый пластик, который, в общем-то, не создаёт преграду, чтобы видеть ваше лицо. И вот так вот это выглядит. Тоже, по-моему, мне подходит. Красивые такие очки. Очень симпатичные оправа. И последнее. Это моя грусть и печаль, потому что я очень их любила, но у них вывалилось стекло. И где-то потерялось. Я не могу его найти. Вы видите, вот одно есть стекло, а второе пусто. Дырочка. Я его искала, 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 не нашла. Где-то в ящике оно у меня упало. Или в какой-то сумке. Ну, в общем, короче, я не могу найти. И вот такая вот боль, беда. Теперь я их не могу носить. Хотя, мне кажется, они не очень идут. А может, и не очень идут. Не знаю. Ну, в общем, мне они нравились. Они тоже немножко такие фриковатые. Что-то в них есть такое хульское, знаете. Такие. Интересная оправа, интересная форма. Авиаторы такие. Ну, с черной металлической оправой. И такой необычный. Не очень обычный, я бы так сказала. Ну, вот. Нет стекла. Теперь я не знаю, что делать. Или выдавить второе. И ходить без стекол вообще. Или выбросить их. Очень жалко. Искать кого-то, чтобы вставили стекло, это совершенно бессмысленно. Ну, лучше купить новые, поискать. А заботиться. Потому что такие очки стоили, не знаю, доллара три, наверное. Вставить новое стекло будет стоить, наверное, 50 долларов. Даже пластик. Так что вот. Лежат они у меня без дела, без толку. Ну, выбросить рука не поднимается. Такой вот я плюшки. Все. Дорогие девушки, дорогие дамы. Такое у нас сегодня было видео. Интересное, необычное, не совсем обыкновенное. Не про одежду. Ну, в общем, про аксессуар, так скажем. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Встретимся с вами в комментариях. Буду очень рада вашим лайкам, вашим отзывам. Увидимся в следующем видео. И плюс у меня ваша Гита. Пока. 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 Продолжение следует...